Ну, давайте попробуем начать. Значит, следующей главой хасидов, вообще, общей главой у хасидизма было два. Так, Бешт и Рабидов Бер из Межеричи. О нем мало чего известно, в смысле, его биография мало известна. Он, ну, магед в должности, занимал должность магеда, то есть проповедника. При этом вот даже с возрастом проблема, потому что по разным версиям, по некоторым версиям он ровесник Бешта, по некоторым он лет на 10-15 моложе. Тут вот сложно что-то говорить. Значит, утверждается, что у него дома была биография, в его роду было родословное дерево, которое восходило к одному из мудрецов Талмуда. Ну, опять, я очень осторожно к таким вещам всегда отношусь. Тем не менее, вот про него это было такое. Значит, где-то при жизни Бешта он к нему приблизился. И по основному рассказу в книге Кеттер Шемтов, история была... Дело в том, что, на самом деле, он еще был инвалидом. У него была какая-то сложная проблема с ногами, уходил на костылях. И попал он к Бешту, потому что его жена уговорила... Тут я же в биографии Бешта не стал рассказывать длинную часть, довольно важная про то, что такое Большим Тов. Почему такое прозвище? Я не знаю, нужно ли сейчас это рассказывать или нет. Это вот решите вы. Я могу рассказать, могу не рассказывать. Это было на прошлых уроках. На прошлых уроках. Большим Тов. Он поехал к Большим Тову за чудом, чтобы тот помог ему выздороветь. В результате на тему выздороветь не очень как-то. А вот на тему приблизиться – это да, к нему приблизился. И после смерти Больша в 60-м году, в 1760-м году, там есть две версии истории. По одной из версий, его место занял сын Бешта, Рабец Вигирш, который это самое. Но он недолго занимал эту должность. Где-то через год, как утверждается учениками Бешта, к ним пришел Бешта во сне и сказал назначить Довберами из Межирики. По другой версии, никогда такого не было, то сразу Довбер был назначен сразу, по указанию Бешта, сразу был назначен на эту должность. То есть, как бы он возглавил все эти дела. И вот здесь произошла самая важная история. Дело в том, что вообще, когда мы говорим про Бешта, то про самого Бешта, то к нему много кто ходил. Но непосредственно ученики Бешта – это разные люди, но никто из них не возглавлял огромную группу простых хасидов. Вот чего не было. Вот смотрите, я хочу тут оговориться. Когда мы говорим о хасидизме, мы всегда представляем себе систему, при котором есть Ребе и его то, что называется двор, хацер. Двор не в смысле, ну, как, ну, хацер, да, двор. Его двор, а вокруг него разные хасиды довольно много иногда, десятки тысяч. Я, Робис Релиза, Ружина там, речь идет о десятках тысяч. Но у Бешта такого не было. И, собственно, вокруг Бешта были только, то есть у него были многочисленные встречи с разными людьми, но как бы это, каждая такая встреча, это, как бы сказать, это отдельная история, это не система. Вот отличие, главное отличие того, что делает Мажерхевский магет, он, вот, все истории Бешта, надо сказать, основные истории Бешта состоят в том, что он ездит. Вот, обратите внимание, что в рассказах, вот, если вы откроете Шевхайбешт, главный книг, то там огромный вес истории имеет, регулярно упоминается его, балагула, ну, войщик, извозчик, войщик его, Алексей. Он христианин, он православный. И он там занимает очень, довольно приличное место. Ну, то есть он упоминается регулярно. И Бешта регулярно ездит. И у него жизнь как бы такая. Он, конечно, в Меджем уже живет, но у него жизнь в дороге. Я сказал, вот, когда я сказал, что Мажерхевский магет, то есть Рабид Довбер, он инвалид, это существенный момент. Он не ездил. Он сидел дома. Он, да, переехал в Венеполе, но это неважно, вот где-то вот там он живет. И наоборот, вот происходит ровнообратно. Вокруг него собираются те, кто будет следующим, вот, следующее поколение хасидизма. Это цвет хасидизма собирается вокруг него. То есть происходит, собственно, по моим представлениям. Вот Бешт – основатель хасидизма. Но хасидизм как движение – это межричер. Вот разница принципиальная между ними. Причем, вот, истории, если истории про Бешта, вот, опять, читайте Шеф Хай Бешта. Я повторяю, Шеф Хай Бешта есть на русском языке. И очень хороший перевод, кстати. И почитайте там. Это истории, ну, вот, они, в них, чего в них нет, так это нету движения, нету политического движения, нету крыла какого-то иудаизма еще. Есть человек, есть идеи человека, великолепные, красивые. Ясно, что Беш пытается их распространить, но его прошлое, вот, эта жизнь немножечко в тени жизни, так, чтобы вот не очень на первый план выступает, она накладывает отпечаток на всю его жизнь. У Рафидов-Бера этого не было. И наоборот, у него, наоборот, к нему начинают приезжать ученик за учеником. Ну, из самых знаменитых, давайте я просто перечислю, может быть, какие-то имена что-то скажут. Значит, у него, как обычно, как принято в традиции, у него 36 учеников, как положено. Но в данном случае отнесемся к этому, как сегодня принято говорить, к миспартипуси, как типичному числу 36, те же понимают, что число достаточно магическое для евреев, по крайней мере. У евреев страстишка к числу 18, но к 36 еще большая страстишка, ну, уже связанная с людей, когда вот количество людей. Ну, надо заметить, значит, церемон учеников из важнейших, раби левиц, как из Бердичева, и, кстати, что бы ни говорил Хаббат, во главе хасидизма после Межеричера встал он. То есть неофициально, тут важный момент, тут всегда вот тот самый момент. Что значит во главе хасидизма встал? Означает ли это, что было какое-то большое собрание, на котором было принято решение? Ответ – нет. Такого собрания не было. После смерти Межерича именно раби левица Казбердичева оказался человеком, к которому ездили, когда нужно было решать какие-то проблемы, решить споры и так далее. В общем, он был главным авторитетом. Значит, мозгом этой истории среди учеников, вот, как бы, ежели раби левица – это душа, то мозгом всей этой кампании был, безусловно, и здесь спорить не о чем, раби шнер Розалман из Ляда. То есть основатель движения Хаббат в будущем. Учтите следующее, что для нас сегодняшних движений Хаббат – это одна ветвь, ну, вот, последнего раби их. На самом деле Хаббат очень разветвленный, их там семь где-то главных дворов, которые находились друг с другом в сложных отношениях. Они все – это ветви, но, в общем, там длинная сложная история про них есть. Не буду сейчас входить в тему подробно, но их там было много. Значит, из хасидей, из знаменитых хасидов – это карлиновский хасидизм. Ну, а просто ученики, это вот от Бешта идущие ученики Бешта. Это Кернобыльский, святые братья, я сегодня, может быть, о них немножко расскажу. Раби Лемеллах из Лизианской и Раби Зуси из Аниполя. Значит, кто еще там нужно упомянуть еще? Раби Лейб Саркес или Суркес, или Саркес. Украина, значит, Суркес, наверное, все-таки. Значит, это отдельная фигура, который как раз как Бешт все время ездил. Он как раз на месте не сидел. Значит, кто еще нужен? Люблинер. Вот очень важная фигура, одна из самых важных фигур, которая вот конец хасидизма – это ветвь Люблинеров. Вот последняя хасидская книжка, как известно, это Шэмми Шмуэль. Вот традиция считает, вот просто ставит точку, считается последней хасидской книгой – это Шэмми Шмуэль. И это уже конец XIX века. Это вот эта линия Азейры из Люблина. Великолепные совершенно вещи, совершенно потрясающие вещи. Это Раби Янки Фицек из Люблина. И, ну, остальные я, Раби Янки Фицек из Плотска, ну, это, или Плотска, я не помню, что точно. Это вот, ну, вот такие люди. Эти фигуры, значит, я перечисляю людей в основном в книжках, которые оставили книжки за собой. Потому что были еще люди, вот Раби Янки Фицек из них оставил книжку, зато оставил после себя много историй отдельно. Значит, что важно, что… Да, ну, давайте я о Мажериче кончу, только некоторые вещи сказали. Он оставил несколько книг. Из них самая главная его книга – «Могитт двора флагиаков». Это выстроено в виде его комментариев к недельному разделу в хасидском стиле. Это не… Только учтите, когда я говорю про такие книги, слово «комментарии» – это очень условно. Это не попытка комментировать текст, это не попытка разъяснить текст, а это всегда рассказ каких-то идей, которые связаны с текстом. То есть это вот такой жанр. Эта книжка была оформлена при жизни. Вот здесь важная вещь, что вот здесь нет сомнений, что эта книга прижизненная. Потому что остальные все книги типа «Ортура» у него есть книга, и важнейшая книга хасидизма «Цаваак Рибаш», которая, как утверждается его, я не очень этому доверяю, но кто-то из этой компании там ее составлял. Значит, это вот эти вещи. Вторая вещь довольно важная, которую он делает, это очень важная вещь. Собственно, от него исходит седур, хасидский седур. Вот здесь аккуратно с хасидским седуром история выглядит очень сложно. Дело в том, что, как известно, рабе Ари, рабе Исклуре Ашкенази, он сепард. Хотя у него фамилия Ашкенази, но это общее правило, что если у человека фамилия Ашкенази, то, скорее всего, он сепард. Ну, потому что довольно странно бы. Вы когда-нибудь слышали фамилию русский у русского или англичанин у англичанин? А вот фамилия Берлин – это русский еврей. Фамилия Берлин, фамилия Лондон. У меня учительница была Лондон. Еврейка, естественно. Такие фамилии, они, в общем, всегда показывают. Он был, естественно, сефардом. Он был связан, там, род связан с Ашкеназскими. Они из германских стран приехали, но они не оселивали. Но у него есть очень важный такой труд. Это каванод для седура. Но седур – сефард. Ну, сахсифард. Ну, сахсифард, ну, сегодня для простоты различает так. Это называется «Нусаха дот мезрах». Вариация седура для восточных пишет. Он написал к нему замечание о каванод. А в Ашкеназии седур – это, собственно, он выходит в основном из дома Раши, из Вены, из Ешибу, из Ешиб Вены. И окончательную более-менее точку там ставит автор Бальга Турин. То есть сын Рабейну Ашера. Это где-то основная точка. Это разные истории седура. Они отличаются. Не сильно. Я сразу скажу, что вот обычно принято подчеркивать разницу. Я не вижу там очень большой разницы. Она есть. И когда читают публично, ухо режут, потому что, ну, это же все почти наизусть знают. И когда читают немножко не так, сразу замечают. Но так разницы не столь великой. Беда в том, что для каванод нужны точные тексты. И по этому поводу, значит, хасиды в Межиричевском доме сделали следующее. Они взяли Нуса Хашкинас. И там, где нужно исправить формулу под каванод Ари, под правильный образ смысла Ари, они внесли исправление. В начале это делалось на полях. В результате он называется Нусах Сефард. В результате Нусах Сфарад. Это хасидский носок. Не путайте. Вот название не должно смущать. И подводите. Это называется Нусах Сфарад. Но не Эдот Мезерап, они молятся о хасиде, о шкинаске. Но каша редкостная получилась, потому что, когда это потащили к издателям, эти замечания на полях, они иногда не замечали, что надо вычеркнуть текст и вместо него вписать, и поэтому вставляли прямо посреди текста что-то. То есть это удивительная каша получилась. Хотя существует Нусах, который был издан, по-моему, в конце 70-х. Довольно важная вещь. Был найдена рукопись Нусаха с пометкой, что под диктовку Бэшта. С колофоном при жизни Бэшта был написан. Там есть колофон с датами. Колофон – это подпись переписчика в конце. Ну вот в средневековых книгах в конце книги обычно ставилось то, что называется вновь к колофон. Переписчик что-нибудь писал на тему себя, на тему кто, когда, почему, заказу, кто оплатил регулярно. Там бывают такие-нибудь восторженные слова, ну и так далее. Это называется колофон. Они довольно… Есть отдельное некоторое изучение колофонов. Но там в колофоне – это при жизни Бэшта. Сказано, что под диктовку Бэшта. И этот Нусах действительно очень похож на Нусах, который принят у Хабада. Кстати, откровенно. Действительно, Нусах, принятый у Хабада, он очень чисто соответствует ему. И тут надо заметить, что Радиш Нейрзауман, а он именно теоретик. Вот что есть у Радиш Нейрзауман. Он теоретик. И он… Там видны, какими правилами он пользуется, когда составляет свой Нусах, свою версию. И как сейчас стало ясно, стало это ясно только в конце 19-го века, в 20-го века, он опирается на Бэштовскую традицию. Это не только его теоретические заставления. Значит, это второе. Но теперь происходит следующее. Вот ученики Магида… Вот не подумайте, что у Магида Ешива. Все лица, которые я упомянул, а их там и больше, их там 36, как известно, они все состоявшиеся религины. Просто все. Они туда два раза в год обычно просто приезжали, побеседовать с Магидаем, послушать, побеседовать. Довольно надолго иногда застревали. То есть, и вот здесь всяко-разно в разных книгах написано, что он давал им указания, связанные именно с распространением учений. Вот теперь довольно важная вещь. Он действительно стоял во главе. Вот в отличие от Бэшта, который не стоял ни во главе ничего, а просто был и вокруг него концентрировалось некоторые люди. И хотя он пытался распространить, но вот административное построение – это не сильная сторона Бэшта. Вот чего он не умел – это административное действие. У одного американского автора я читал, например, вот, извините за такие ассоциации, что замечательные реформы, которые хотел провести президент Америки Кеннеди, если бы его не убили, не были бы осуществлены. Потому что тот, кто занял его место – Джонсон, он блестящий администратор, и он сумел их провести в жизни. Что это его заслуга на самом-то деле, потому что Кеннеди не администратор, ну и политик слабый, кстати. Джонсон был политиканом прожженным, мерзким, гнусным, по мнению всех американцев, кстати. Мерзкий, гнусный политикан. Но он сумел это осуществить. Так вот, в данном случае разница между Межеричером и Бэштом состоит в том, что Межеричером, собственно, создал именно вот хасидизм как организация. Давайте такое слово употребить. Более того, он придумал некоторые инструменты, по всей видимости, его идеи, некоторые инструменты пропаганды и административно. Дело в том, что здесь довольно важная вещь. В еврейском мире власть имеет главы общения. И тут некоторая задача. Как занять место главы общения? И вот там были некоторые механизмы, как это сделать. И Межеричер представлял, как это сделать, вот именно как политик. То есть в отличие от остальных, он политик. Но эта сторона, которая, естественно, в религиозных рассказах, обычно рассказывают про него всякие красивые вещи, он умница, он один из мудрейших людей на самом деле. Но при этом вот у него был такой редкостный талант. К нему съезжались люди, и его советами, как хасидизм должен распространяться, слушались, и это приносило плоды. Плюс ко всему, он, дальше вторая есть вещь про него, как и его учить. Он был тоже чудотворцем, хотя он, конечно, не числится, он никогда большим не был. Я даже не уверен, что он камею-то умел писать. Ну, камея – это амулет. Не вот это резная брошь, как у греков. Кстати, камея – корень не греческий, а ивритский. Это камац, на самом деле, это пять. Там корень камац, ладонь – пять. Камея – это ивритское слово. Ну, семитское, в смысле, а не греческое, как многие думают. Просто по созвучию слова похожи, одинаково звучат, но они не однокоренны даже. Он, кажется, не писал камеи, но действительно чудеса творили. Знаете, про него, кажется, рассказывают историю о том, как к нему пришла какая-то нееврейка с просьбой о чудо для ребенка, который с женой болел. Говорит, ну, я же, говорит, травину выдаду, причем идите к попу. Она, значит, его умоляла, на что он посмотрел и произнес, что ли. Святой Богословен, неужели тебе не хватит на одного маленького гоя? Вот такая вот совершенно замечательная молитва, которая мне очень понравилась. Вот. Есть о нем воспоминания Шлома Маймуна. Значит, он упоминает мемару Шлома Маймуна. Шлома Маймун звучит, это мемуары, которые я рекомендую. Я не знаю, есть ли они на русском. По-моему, есть. Мне кажется, что Бэйта выпускала мемуары Шлома Маймуна. Значит, это такой человек, который, он долго бродил среди евреев, потом он попал в университетские круги, но у него есть мемуары всевозможные. Значит, и очень любопытный. И, кстати, очень любопытный. Он злой человек, но некоторые вещи, которые вот он между делом пишет, они, по-моему, очень разные. Он описывает в восторженных словах Майжерича. При этом он говорит следующее, что в Майжерича была такая привычка, что когда там собиралась компания, то он предлагал всем собравшимся дать стихи из Тары или Танаха, любые, какие их близки им. И он собирал некоторую коллекцию, а после этого читал урок или проповедь, как хотите, какую угодно, где Камин Давал относился, использовал все предложенные ему стихи. При этом сам Шлома Маймуна согласен, что у всех собравшихся было чувство, чтобы все посвящено только лично ему. Вот по его обращению, по тому стиху, который он дал, вот все обращено лично к нему, остальных здесь нет. Вот это действительно гениальность. Вот это про Майжерича. Он пишет такой человек недобрый. Это пишет. И, скажем, вот злобность греца к Майжеричу, а грец, а хасидах, и особенно о Майжерича, наибольшей степени, пишет, ну просто исходит на, я не знаю, там дальше непечатное слово нужно писать. Он совершенно обозлен на них, он считает, что они гады, мошенники и все прочие слова, какие только есть. Сам Шлома Маймун по-другому какому относился. Он явно на него, на Майжерича, произвел огромное впечатление. И, собственно говоря, вот эти 10 лет правления Майжерича от 60-го по 72-й год, ну а 60-й я беру год смерти Бэш, что он не сразу стал во главе всего этого дела, там года два еще за минуту, вот 10 лет правления Майжерича, как раз оно и создало хасидизм. Вот это надо понимать, вот такую вещь. Обычно рассказывают как-то хасиды, когда говорят о хасидизме, всегда говорят Бэш, 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 Бэш. Майжерич, ну был такой, он тот, кто занял его место, но и дальше. Но Майжерича читают вообще. Но тем не менее, административные его заслуги, ну действительно великолепные. Теперь, что касается до его всяких дел, то я хочу просто начать с некоторой совершенно великолепнейшей его вещи, которые я знал с семь, его высказываний. Значит, у него так же, как и у многих потом хасидов, это традиция хасидская, по поводу чего надо учиться у всех. Вот там, кто же это был? Я забыл кто, но это уже 20-й год. Там спрашивают какого-то хасиды Шеребе по поводу, он всегда говорил, что мы должны учиться у всего. Говорит, ну, Ребе, ну что мы можем выучить у телефона? Говорит, ну как что? Говорим здесь, а слышно там. Вот эта традиция, она мейжеричерская, на самом деле, вот эта традиция, надо учиться у всего, это мейжеричерская традиция. Это не очень Бэш, это скорее, Бэш, чуть-чуть более парадоксально, другая прелесть совершенно. А мейжеричерская, значит, такая. Значит, я там с ранних лет знал его, значит, что нужно, значит, чему надо учиться у вора. Ну, разбойник, на самом деле, он говорил, говорил, видишь, на иврите это переведено словом вор, гонав, и, в общем, принято, агонав, да. Да, агонав – это вор, да, агазл – это грабитель. Как известно, у ивышевской мамы четыре уровня ругательств. Агонав – агазл, а мамзер – а футболист. Значит, я советую тут, я как-то читал чудесную статью по поводу того, что в иллюстрации к пасхальной агоде человек замечает, что они же у нас там с 11 века, по-моему, есть иллюстрированные пасхальные агода еврейские, и там он просто сравнивает картинки, где нарисованы рожа, вот это вот нехорошие там четыре сына, один из них рожа. И вот он сравнивает иллюстрации к слову рожа и говорит, что всюду это, вот дальше смеясь и дополняет, что у меня такое говорит чувство, что рожа – это ужас еврейской мамы всюду нарисован. Вот всюду нарисован это вот то, чего больше, чтобы идти, айди-шима. Значит, так вот, агонов, значит, чему надо учиться, а угонов, это, на самом деле, разбойник, судя по контексту, во-первых, главная работа канава – она ночью. Это вообще отдельная тема, потому что у хасидов, надо сказать, ночная служба Всевышнего, она очень важная. И, собственно, хотя два текуна, текун-ле, все знают слово текун-хатцот, все знают, да, слово, это отдельный текст, который произносит в полночную, после полночи астрономической, где человек должен ночью проснуться и прочесть. Их два текуна, один лея, второй рахель, разница между ними состоит в том, что, да, в основном они занимаются, текун-рахель занимается в основном плачем разрушенной, об изгнании, вот, но его надо читать. У хасидов это было у первых поколений сверхсильно, и, скажем, в ранних кассийских книгах текун-хатцот это такая вещь на, вот, Майорис может пропустить, а текун-хатцот надо прочесть. Значит, в основном работает, Ганав, чему он учится, он работает ночью. Значит, вторая вещь, у Ганава, у Гонов, да, если то, чем он хотел сделать, не удалось одной ночью, он не ленится и старается достичь того, что не получилось следующей ночью. То есть, этому надо учиться обязательно. Значит, вторая, третья вещь, которой надо научиться у Гонова, это Гонов и его друзья любят друг друга, дружат друг друга и готовы отдать душу один за другом. За другого. Ну, я не знаю, насколько разбойничий братство реальное, но, по крайней мере, во всех рассказах о разбойниках, ну, классических, я не имею в виду, современных, классических, это обязательно это было условие. Значит, Гонов пытается достичь всей душой даже мелкую вещь, даже то, что то ли нужно, то ли нет. Вот, Афилу бы, да, вармуталь бы, сапфак, тут надо понимать, что даже сомнительно нужно, он Гонов, он тащит все, что под руку попадет. И это полезное свойство, которому надо учиться. Утром Гонов продает добытое за полцены. Утром продает за полцены то, что украл ночью, чтобы никто не знал, что у него в руках побывало. Значит, дальше совершенно чудесная вещь, что Гонов не признается о том, что он совершил и готов принять любые припытки, но всегда говорит не знаю. Значит, и самое главное, и это вещь, которая меня потрясала, а Гонов настолько любит свою работу, что не готов ее заменить ни на какую другую. Вот последнее меня потрясло в свое время по поводу любви Гонова к своей работе. В общем, это правильная вещь. Но дело в том, что у него есть еще другая сторона в этой истории, есть другой рассказ, он менее почему-то известен, но, между прочим, у Хаббата такая вот каждая хаббатская проповедь через проповедь эту историю приводит, не историю, а вот эту идею. По поводу отношения, чему учатся у ребенка. Вот у Хаббата есть, но она обычно не излагается в межерическом стиле, но там вот эта притча об отце и ребенке, они совершенно расхожие, и они их очень любят. первая вещь, которая важна, что здоровый ребенок всегда счастлив и не мучается меланхолией. И в общем это правда. Ну, может быть, несчастлив, но, по крайней мере, детей, которые мучаются с тяжелой меланхолией, я в жизни не встречал. вторая вещь, которой надо учиться у ребенка, ребенок не сидит без дела даже один момент. Это правда. Дети всегда занятые существа. А третье, это просто уже прекрасно, когда ребенок хочет что-то попросить у отца, даже маленькую вещь, он начинает с того, что плачет. И это действительно хорошо. Естественно, речь идет о молитве, а не подумать о чем-то другом. Значит, он именно об этом говорит в данном случае. И вот, ну, мне кажется, что это просто хорошо. Значит, ну, наверное, такие вещи, они украшают всякие дела. Значит, чтобы такое про него рассказать замечательное, значит, вот смотрите, вот о двух его учениках есть это братья с два святых брата, их называют, ради Мермеллах из Лизянска и Раби Зуси из Непона. Значит, с этими братьями тут надо понимать одну вещь. Они, значит, ради Меллах автор, по-моему, его фестероли называть его книжка, очень тяжеловесно написано. У него стиль довольно тяжелый, там надо продираться. Сквозь стиль, хотя он хороший, значит, но они регулярно ездят вдвоем, значит, и при этом всегда, значит, невезущий из них Раби Зуси всегда невезучий. То есть как-то там какой-нибудь образец истории про них, как-то они остановились на постоялом дворе, легли спать, тут пришли какие-то фулиганы, выудили Раби Зуси, побили и ушли. Легли спать, они опять его выудили, опять пришли, ворвались в комнату, побили и ушли. Но Раби Меллах говорит, ну, что Северин тебя бьют, давай поменяемся местами. Поменялись они местами, тут опять врываются хулиганы и говорят, ну, ладно, этого мы уже побили, давай побьем этого. Ну, про них вот такая история обычно есть. Но там есть, они очень разные, кстати, вот что очень важно, они очень разные. Это два братья, тот, который Эли Меллах, кстати, по этому поводу утверждается, что вот эта идишевская песня от Раби Меллах, вот эта веселенькая песенка из какого-то музыкального спектакля 20-х годов, она про Раби Меллах из Лизианска, кстати, у нее действительно было нечто вроде оркестрика при дворе, так что он про музыку очень, много чего любил. Но они, значит, тот, который Зуся, ну, на самом деле, он мышулом Зуся, если вам нужно полное имя. Только кто знает, что мышулом интересно, но неважно. Он, у него вообще юность и взрослый вид проходили так же, как юность Бэшна. Он все время где-то шлялся, в лесах, молился в лесах, все время выглядел, как будто он не от мира сего, немножко такой сумасшедшего вида был, а его брат Эль-Мэлах, он был наоборот, да, и Раби Зуся принкнул к хасидам вот где-то с самого начала. Он сразу понял, что это его, ему там было хорошо, вот, а Эль-Мэлах был какой-то хасид, он сидел по этой дразе, он учился, значит, ну, в общем, такой ученый человек. как-то Эль-Мэлаху надоело все это, он говорит, слушай, ну, вот куда ты все время вечно шляешься, вот, кому ты ездишь? Говорит, ну, давай я поеду познакомлюсь, может, мне тоже это понравится. На что Зуся от имени Межеричера приводит следующую историю. История длинная, 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 значит, но краткая мысль, значит, я попробую ее в сокращенном виде рассказать, по поводу того, что в одной стране был очень великий царь, его все очень уважались, и в этой стране был еще один очень богатый мастеровой, который сильно разбогател от своей работы, но потом разочаровался в своем богатстве, отошел от дел и уже мог жить на доходы, и подумал, зачем мне все это нужно, ему сильно надоело, по этому поводу решил продать все, что у него есть, и поехать в столицу, приехал в столицу, там он встател, тратил кучу денег, в основном для привлекания, для привлечения всевозможных придворных, потому что ему очень хотелось посмотреть, встретиться с целью, и пытался их подкупить. Ничего толком не получилось, потому что где мещанин, где двор, потом он почесал репу, и ресурсом все-таки ему очень хочется попасть, увидеть царя, и спросил, не найдется ли при дворе какой-нибудь должности. На что ему сказали, что вообще есть должность истопника, но так как истопник, лицо достаточно вхожее во внутренний покой царя и так далее, туда очень трудно получить назначение, поэтому поводу он потратил свои деньги на поток всевозможных лиц, и в результате таки получил эту вожжеленную должность дворцового истопника. Значит, для того, чтобы хорошо исполнять свою должность, он, значит, проделал дырочки в разных стенах, чтобы смотреть на царя, нравится ли ему такой уровень отопления, холодно ли царю, жарко ли царю, для того, чтобы было царю хорошо. Он все время подглядывал, подслушивал, но только для одного, чтобы вложить царя всевозможными вещами. И очень тщательно следил, чтобы все время был микроклимат во дворце, держался и днем, и ночью. Извините за слово микроклимат, но, в общем, там такое слово. и через некоторое время царь все-таки удивился того, что как хорошо стало теперь в дворце, спросил, как это получается у вас теперь, и сказали, что вот у нас новый стопник такой замечательный, значит, который вообще это был состоятельный человек, но так хотел эту должность, что он даже купил ее, в общем-то, у нас. Когда царь расспросил нового стопника и обнаружил, что подглядывать, чтобы царю было хорошо, то ему очень это понравилось, он обрадовался, дал ему право подглядывать, более того, в некоторых местах даже установил там в оригинале истории увеличительные стекла, чтобы лучше видеть выражение лица царя, но давайте считать это самые глазки типа дверных, да, вот, я не думаю, что тогда они существовали, когда Рабелий Малых жил, но в смысле вот нынешняя система увеличения все-таки дороговатая вещь, значит, и позволил в качестве особой такой признательности подглядывать и так далее. Значит, Истапни был счастлив абсолютно по жизни, что ему теперь разрешено видеть царя в щелочке, и как-то случилось, что царь устроил грандиозный пир, значит, лохой сара в авадавках, в таких случаях еврейских книжках пишут, то есть цитаты из гестер всем своим министрам это самое, значит, во главе посадил своего сына, и во время пьянки сын по пьяному делу сказал, что не следует говорить, царь разгневался за то, что тот говорит глупости, прогнал из дома и велел, что какое-то время, чтобы он туда не показывался. Сын значит, очень расстроился, значит, и когда ему очень хотелось иногда видеть папу, и вот он обнаружил вот этого, наконец, остопника нашего, который подглядывает, и тот, значит, спросил, зачем тот сказал, по работе, сын попросил, ну, дай мне тоже время от времени, чтобы я подглядывал, на что тот сказал, что из таком сказал, слушай, я простой человек, разума во мне, ну, я мастеровой, в общем-то, я не могу толком говорить, я не могу дать добрый совет, явиться к царю, это просто позорный царя, ежели такой человек к нему представит, мне удовольствие то, где я работаю, и то, что я хотя бы иногда могу на него взглянуть, это счастье, ты сын царя, разумный человек, который способ сидеть перед царем, неужели тебе так трудно все-таки следить за собой, чтобы говорить перед царем разумные вещи, а не глупить и это самое, и в результате ты всегда будешь при царе, так вот, сказал Робезуси, я, мне хоть щелочку поглядеть, ты разумный человек, ты ученый муж, зачем тебе это нужно, зачем тебе нужны Хасиды, вот, это такая очень важная история, зачем тебе ученому человеку Хасиды, значит, по этому поводу его старший брат или Мелых старший сказал, услышу, зря ты думаешь, что ученый человек вроде меня видит лик царя, поехали, и поехали. Значит, ну вот такая история, причем, кстати, вот эта замечательная история про вторая такая довольно важная вещь, дело в том, что, например, у Бэшта и в его отношении с другими людьми, учениками время от времени проявляется идея Сигуфин, она где-то это излет, это идея по времени, она начинается где-то у Хасиды Ашкинас и обычно идет по затухающей, но иногда она вдруг неожиданно появляется эта идея, это идея о том, что страданиями искупляются грехи. Идея правильная, но дело в том, что дальше вопрос выглядит так. Не стоит ни человеку, который совершил грех, как-нибудь Сигуфин по-русски самоистязанием искупить этот грех. Там типа человек, который сделал то-то и то-то, пусть пойдет в лес, снимет штаны и сядет в муравейник. Я не шучу, кстати. Там, правда, снять штаны нет, но, в общем, сесть на муравейник там есть. Я не шучу, такие вещи бывали или там в снегу поваляются. В искуплении грехов. Время от времени эта идея появляется, благополучно исчезает, иногда надолго, на века исчезает. Где-то вот в Польше ее не особо было, вот в Польше, например, было принято зато поститься очень много. И в Ешманхелием там автор как-то кто-то спрашивает, много ли он поститься, а это Польша еще, это еще не хасидские истории, это до хасидов все. Там есть, что я, зимними днями действительно пощусь, я встаю до восхода солнца, пью сбитень, по всей видимости, тоже слово, которое там написано, вот, или там медовую настойку, потом я учусь до конца дня, а вечером я прихожу ужинать, солнце уже зашло. По этому поводу у меня пост каждый зимний день, вот в Питере, наверное, такие посты очень приятно устраивает, и все-таки пост, я напоминаю обычный человек, который сам себе не изучает пост, он от восхода до захода солнца, и зимой в Питере такие посты, это вот, но вот у хасидов первых было, то, что посты это вещь полезная, по этому поводу время от времени, когда вы находитесь с дороги, особенно если вам негде поесть, назначите себя, примите на себя добровольный пост часа на два. Такие. Значит, у Бэшты еще иногда это проскользуется, а у Мэжи Речетта потихоньку уже сходит на нет. И вот здесь есть одна из важных историй про то, как Рабиш Мелкий является к Магиду первый раз, значит, и не подумайте, что плохо от него, Рабиш Мелкий его так зовут. Значит, его спросили, чему он научился, когда он вернулся оттуда. Я хочу заметить следующее, что вообще никого тогда не удивляло, что Рави Места может поехать к своему учителю. И чего-то там учился, никого это не удивляло. И он говорит, меня там научили. Перед поездкой туда, перед первым приездом туда я пытался истязать свое тело, чтобы оно могло выдержать мою душу. Теперь я научился, что душа может спокойно выдержать тело, и она вообще не должна отделяться от тела. И там, потому что сказано, вот теперь, что такое комментарий блестящий. «В торе сказано, Всевышний говорит, я буду пребывать среди вас, имеется в виду в мешкане, в переносном храме, и не будет, и моя душа не будет брезговать вами». А именно шелоке галь на шамая кагу, что душа не будет презирать тело. Вот, хочу обратить внимание, чтение выглядит так, что как будто эта фраза произносится не из уст Всевышнего, а устами человека. «Я буду пребывать среди вас, в ваших телах, в материальном мире». Вы лодки галь навши, там в оригинале есть слово. «И моя душа не будет принятой к этому». Это мажорическое толкование к стиху. Обратите внимание, это не комментарий к стиху. Это идея, которая действительно блестяще льется из этого стиха, потому что Всевышний будет пребывать среди вот этих грязно-хваняющих людишек, но не будет их презирать. Вот шахина, божественное пребывание, вот точно так же душа может пребывать в теле человека, в обыкновенном теле человека. Вот это мажорическое идея. Вот это одна из важнейших мажорических идей. Кстати, она тоже опирается очень сильно на идею у ребенка. Папа любит ребенка, обычный пример хасидский папа-ребенок, не мама-ребенок, а папа-ребенок. Папа любит ребенка не за то, что ребенок что-то делает, а за то, что он его ребенок. Достоинство ребенка в том, что папа им интересует. так точно так же Всевышний интересуется людьми. И это очень важный момент, потому что это светлая весть мажори его, а просто поскольку Всевышний интересуется людьми. Вот это некоторое мажори чешская, одна из важнейших мыслей мажори чешской. идея собственно она составляет душу хасидизма Галининшина. Ее принято говорить от имени Бэшта, но вот такой мощный акцент на то, что ценность человека определяется не его достижениями, а тем, что Всевышний любит свои творения и интересуется им. Это мажори херская идея, и мне она кажется, что эта идея является некоторой душой хасидизма. И она идет из этого дома, от этого человека. Ну вот где-то вот так вот, что надо сказать про мажори чешской. Окей? Может быть, есть простой ответ по поводу седуров. В Нусахаре отсутствует строчка «Орхадаш айцион таир». Может быть, известно, почему? Не, я никогда особо внимательно не занимался седурами, хотя, вообще-то, переводил их несколько в разных листах, но никогда не занимался сравнением. Мне всегда казалось, что все эти места, они как бы там, где есть расхождение, они важны для каббалистов. Ведь что происходит? Вот идея о том, что седур должен быть подогнан под каббалистов, она может исходить только от каббалистов. Простой человек, он каббалистов не знает. тем не менее некоторый отдельный кайф состоит в том, что я молюсь так же, как настоящий каббалист. Потому же вы же, я не знаю, застали ли вы это, а я застал еще людей, которые с трудом читали и уж точно не знали еврейка, которые читали по седуру вот подряд, с удивительными ошибками, кстати, которые они вообще не понимают, что там написано. Нет, но они смысл знают все-таки, но слов не понимают, они понимают смысл, но по этому поводу заниматься кто, чем, зачем, это самое, это вот как раз уже пошли, мы пошли в настоящую каббалу, а я ее еще раз говорю, я ее не трогаю просто по своей характеру, просто не прикасаясь к каббале к настоящему. А тонкости, которые есть в седурах, это обычно уже начинается именно каббалистические всякие дела, при этом я хочу заметить следующее, что Раби Яков бен Ашер, тот, который, в общем, последнюю руку к седуру Ашкинасту угрожил, он тоже каббалист, по этому поводу, там, там под какие-то каванот тоже он сделан, но беда в том, что нету книжки, у Ари была книжка, у Ари оставил книжку по этому поводу, а Ашкинастский Сидур такой книжки не имел, она составлена под каванот, но не записанная каванот, там вот что случилось, это не то, что Ашкинаст неправильно, там другая ситуация, там нету письменной традиции, не осталось что к чему подогнано, при этом я хочу заметить, что Нусах, вот, например, Хасидский Нусах иногда просто потрясает каши полной, которая в нем потрясает тем, что, например, там в некоторых местах есть куски просто из рамбома, которые предписаны рамбому, которые ни у кого нет, да, значит, все голохот рамбома по поводу молитвы, они по поводу текста молитвы, они практически ничего не на галаху идут, то есть у рамбома почти, в Сидурах почти не отражено мнение рамбома, то есть это какая-то удивительная каша получилась, в результате Нусах Сапара, Сапара, я-то, в общем, сторонник того, чтобы читать более чистым каким-нибудь Нусахом, чем вот тот вариант, хотя только когда я говорю я сторонник, вы читаете, я по нему читаю сам, и ни на какой-то не собираюсь переходить, я читаю по хасидьскому Нусаху, причем не по не по органшам, а по самому распространенному, это Филат Кольпе, любимый молитвенник, очень красиво набранный, значит, но он набран где-то был очень давно, но там такие, не знаю, неудачно, может, потому что первый мой молитвенник был такой, вот, но по нему, да, я прекрасно понимаю недостатки того, что есть, очень плохо вычитан, плохо выберет, но, но вот так, я как бы считаю, что либо Ашкинас, либо Орхашем, тогда надо выбирать между ними, ежели человек выбирает, в зависимости от общины, но ежели, ну вот так, Орхадаш, Альцин, Таир, ну, например, вот у хасидов не принято читать псалмы после наступления вечера, до полуночи, поэтому по поводу, вот, Хашему Ри, который читает, вот, в Илули, осенью, у хасидов вечером не читается, а читается после Минхена, никогда не вечером, ровно потому, что хасиды, следуя указанию Мари, не читают псалмы после наступления темноты, Спасибо. Вот, ну вот так, давайте тогда, сейчас я открою то, что надо открыть.